В Казахстане каждая третья пара подает на развод, а наш регион в настоящее время занимает пятое место по уровню разводов в стране. Согласно статистике, супруги расстаются из-за бытовых конфликтов, насилия в семье, неспособности воспитывать детей и по причине вмешательства родственников. Кроме того, в 2019 году с внедрением адресной социальной помощи в регионе наблюдается рост так называемых имитированных разводов. Только в прошлом году в Ак-Тубе зарегистрировано около двух тысяч заявлений на расторжение брака. Подробности выясняла Гульдана Каленказа. Светлана в разводе уже пять лет. От брака с бывшим мужем у нее двое детей, один из которых имеет инвалидность. Пособия, которое она получает, еле хватает на продукты и лекарства. Приходится во многом себе ограничивать. Подрабатывает уборщица одновременно в нескольких местах. Так, она расплачивается за съемную квартиру и все мечтает о собственном жилье. Второй ребенок родился с патологией. Он инвалид второй группы. Мы с мужем начали ругаться, его родственники недолюбливали меня, обвиняя меня в том, что я родила нездорового ребенка. Муж перестал появляться и ночевать дома. Я одна осталась с этой болью. Я была в ужасной депрессии и не смогла дальше смириться с этим. Я подала на развод. Если верить статистике, что в нашей стране разводится каждая третья пара, судьба сложилась так не у одной только Светланы. Только в прошлом году в городской суд Актюбе поступило около 2000 заявлений на расторжение брака. Как утверждают специалисты, основными причинами разводов актюбинцы называют вмешательство родственников, бытовое насилие, страдание алкоголизмом и чрезмерное увлечение компьютерными играми и ставками, что приводит к тому, что воспитание ребенка ложится на плечи только одного родителя. Водили Ракса Актюбе проанализировали браки и разводы за последние годы. И больше всего разведенных пар было в 2019 году. За 2019 год у нас заключение брака составило 4738 актов записи. Из них также расторжение брака составило 1779. По сравнению с прошлым годом, за 2018 годом, если сравнить, то расторжение брака у нас, конечно, увеличилось на 10 процентов. Причину такой динамики прокомментировали и специалисты Центра сохранения семьи. По их словам, увеличение разводов может быть связано и с внедрением адресной социальной помощи. Семья хочет развестись. Мы спрашиваем вопрос, в чем причина? Причины как таковой нет. Но выявляется, что причина в адресной социальной помощи. Потому что женщина думает, все, если я развелась, значит я завтра пойду в ЗАГС, пойду дальше в органы и начну получать свою адресную социальную помощь. Но они не думают, что это остается в истории. Когда уже ребенок вырастает, ему нужно куда-то устроиться. В любом случае этот шлейф тянется. Напомним, с целью поддержания семей, находящихся в затруднительном положении, с апреля 2019 года в Казахстане была внедрена адресная социальная помощь, в рамках которой выплачиваются пособия от государства. Так, в регионе были обнаружены факты имитированных разводов, когда супруги по документам расстаются, а на самом деле продолжают жить вместе. Стоит отметить, в целях сохранения ячеек общества в регионе начал активно функционировать так называемый семейный суд, в рамках которой педагоги, психологи, медиаторы проводят беседы с супругами, которые хотят развестись. Так, за 2019 год удалось примирить около 200 таких пар. В свою очередь специалисты утверждают, что, к сожалению, сейчас к вопросу создания семьи нынешнее поколение не уделяет должного внимания. Действительно, сейчас в наше время институт семьи немножко слаб. Вот, при подаче заявления должна быть психологическая поддержка. У нас при ЗАГСах тоже должна работать психологическая служба. Мы должны подготовить их, что они должны осознанно идти, запланированная должна быть семья. Действительно, они должны осознанно идти, они должны выдержать все эти трудности и поддержать трудную минуту друг друга. Вернемся к печальной статистике. Наш регион по Казахстану занимает пятое лидирующее место по уровню разводов. Так что же это? Люди разводятся, специально преследуя корыстные цели? Или же это действительно оказалось правильным и единственным исходом вследствие недопонимания супругов? Факт остается один. Все это происходит на глазах детей. Страдают они в первую очередь. Ведь каждый из них по-разному проживает этот процесс.